Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач нашего проекта, который называется «Мастерская писателя». Это проект Ульяновского регионального отделения Союза писателей России и информационного портала «Ульянская правда». Сегодня передача посвящена замечательному прозаику, замечательной писательнице, прекрасной женщине, члену Союза писателей СССР и России, лауреату многих литературных престижных премий, в том числе и Международной премии «Филантроп» Лидолии Константиновне Никитиной. В преддверии ее юбилея, который писательская организация и ульяновская общественность будет отмечать в сентябре этого года, мы хотели бы, чтобы еще раз вспомнить страницы ее книг, чтобы услышать ее. Услышал ее наш зритель, читатель, наши горожане. И вот эта встреча посвящена ей. Как известно, она родилась через три месяца после начала Великой Отечественной войны. Время суровое, 41-й год. И об этом сама Лидолия Никитина написала во всероссийском автобиографическом ежегоднике на пороге 21 века. «Мама, показывая меня отцу, уходящему на фронт, из окна роддома со второго этажа, в своей записке мужа написала «Родила дочь Японку». Разрез глаз, как у красавиц художника Утамара». «Мама была художницей по росписи тканей, она обожала японцев, всех она их знала. И вот японку... «И папа мой заканчивает войну в Японии, у меня есть медаль за победу над Японией». Ульяновский ознакомлюсь с одним настоящим японцем. И он мне говорит, вот ваш папа с оружием в руках завоевывал Японию, а вы Лидолия завоевываете другим путем. Нам ваши произведения очень нравятся. Я уверена, что они будут любимы и переводимы на японский язык. Но они по стилю напоминают японскую поэзию. Японскую поэзию. И потом, когда у нас был Гончаровский конгресс, я подарила... Совершенно не знаю, просто я увидела, что это японцы, понимаете, их же можно различить сразу. Я подарила им свои две книжечки, только что они вышли у меня. И они были профессорами русского языка в штате Хоккайдо. Вот они на Гончаровский конгресс, они потому что изучали Гончарова, вот его, значит, записки о древней Японии, восхищались и так далее. И когда я им подарила книги буквально на следующий день, а это было за день до отъезда, они подбегают ко мне и хором говорят, как эта русская женщина с хрупкой японской душой смогла выжить и сохранить вот какую-то свою вот эту вот духовную там, какую-то особенность. Вы понимаете, по одной книжечке они решили, что у меня японская душа. Вот видите, маленькая записочка родила дочь японка. В ее жизни было много интересных встреч. И я думаю, что вот, наверное, на генетическом уровне было передано прежде всего то, что впитала она от бабушки и дедушки, от мамы, от тех известных людей, с которыми ее свела судьба. Так случилось, что ее жизнь делится условно на Ташкент, пребывание в Узбекистане, в Ташкенте, где, в общем-то, начался ее путь, где прошла юность, молодость, ее становление как писателя, как журналиста. И ульяновский период, куда она переезжает в 1986 году. Ну, я не понимала, что это было трудное, ненормальное детство. Потому что я не знала, что такое шоколад, что такое мясо, что такое белый хлеб, что такое пирожное. Я этого ничего не знала. Поэтому я это ничего не хотела. Понимаете, ребенок, который знает, он хочет это. И вот когда, значит, уже вот, ну, мне предположим, 3-4 года, но меня же надо как-то занимать, игрушек нету. Игрушек нету. Игрушки, шахматы, мамины фигурки, которые я там огородики, садики ставлю, книги, ножницы. Вот бабушка была учительницей, всякие листочки избу. Вот меня запирали на целый день. И я сидела с этими ножницами, с этими шахматами. И еще был шеститомник Пушкина. Вот он, он он стоит. Да, и там вот это вот, и там вот это, где я написала слово Пушкин, там есть. Не было бы Пушкина, не было бы писательницы Никитина. Да, да, да. А просто это действительно, потому что я выросла, бабушка без Пушкина вообще не могла жить. Она каждую минуту что-то цитировала, что-то вспоминала. У мамы родилась потом девочка, она очень быстро умерла. Там как-то не тем ее накормили. И ее назвали Наталья. Значит, вот все было связано с Пушкиным. Понимаете? У меня родился сын Александр. Потому что вот Пушкин был Александр Сергеевич. Понимаете? Все было связано с Пушкиным. И то, что читался Пушкин, учился Пушкин. И меня учили пушкинским стихам. Я в четыре года вставала на табуретку и читала песню о Весе Малеге. Как ныне сбирается Весе Олег отмсить неразумным указком. Это я оттуда. Я по-новой не перечитывала, понимаете? Я считаю, вот это вот. Самая главная заказка – это в семье. Вот знаете, с младенчества ребенок так много воспринимает. И так глубоко это за... И так это рулит. Вы поймаете? Если, предположим, ты будешь слушать какую-то вот эту музыку – бам-бам-бам – ну, что у тебя в башке останется? А если ты будешь классику, предположим, слушать... У меня дедушка был велончелист, но мы жили отдельно. И там специально у них по воскресеньям собирались концерты, квартеты. Дед играл на велончели и три скрипки были. И меня сажали на огромный кожаный диван. Я должна была час сидеть, слушать, ничего не понимая. Но в конце играли какую-то детскую песку и говорили, посвящается наша Лидовича. И я сидела блаженство, понимаете? Специально для меня вот это вот. Я понимала, что это вот музыка, что... Все входило с детства. Вот это все. Я говорю, что у вас и на генетическом уровне это передано. И с детства у вас это входило несмотря на то, что у тебя. Вот независимо, да. Время было невозможно. Я говорю, что я первый раз попробовала, когда белый хлеб, он мне не понравился. Шоколад мне не понравился. Мясо вообще выплюнуло. Говорю, я не знаю, что это такое. Вы представляете, это приходилось привыкать к этому всему. Когда мама меня научила играть в шахматы, мне очень эта игра понравилась. Вы знаете, у нас были шахматные книги, она в них ничего не понимала. И я смотрела, там картинки были, турниры, доски там висят, публика ходит. И я себя там представляла. И вдруг я приезжаю в Ленинград на всесоюзные соревнования среди детей, юношей, девушек. И меня сажают точно на такую же сцену. И точно так же надо мной висит эта доска. А я четырехлетний ребенок, и это все видела. Это было потрясение, потому что вот это все совпадало. Был еще одно совпадение. Бабушка вышла второй раз замуж за Орского Павла Ивановича. У него был шикарный голос. И когда уже вот эта советская власть, там уже сменилось все правительство, и он стал артистом. А он был гвардейский офицер. Стал артистом. И когда, в общем, уже все это тоже опять закончилось, война началась, он работал на радио диктором. И однажды бабушке было, надо куда-то идти, маме тоже. И он вынужден был взять меня с собой на радио. И меня там где-то на табаретке посадили, и пока он там читал, я сидела. И когда меня пригласили на радио в студию, и я спокойно села и прочитала, мне этот редактор говорит, не может быть, чтобы на радио первый раз. Я говорю, а я и не первый раз. Я, говорю, уже здесь была, я, говорю, помню. Меня на руках в эту студию принесли. Мне сказали, что вот сюда дяденька говори, все слышат. Вот это я все поняла. В Ташкенте закончила Ташкентский государственный университет, филологический факультет. А далее началась работа в качестве журналиста во многих газетах, на узбекском республиканском радио, где Лидоли возглавляла редакцию радиовещаний для детей и юношества. Неоднократно признавалась лучшим радиоведущим, радиожурналистом Узбекистана. Я, конечно, пришла совершенно неумейкой, и я очень быстро освоила все, что нужно, и мне было интересно. И вдруг в какой-то момент, ровно через 10 лет, мне стало скучно. Я понимала, что вот я беру любую передачу, сажусь, закладываю в машинку листы, и через три часа у меня будет все, что надо. И мне это стало неинтересно, и я уволилась. Меня два месяца не отпускали, мне дважды прибавляли зарплату. И представитель говорит, Лидоли, говорит, ну что ты делаешь, говорит. Вот я прихожу, говорит, вот ищу твою передачу, прочитаю ее, как бы заряжаюсь от этой галиматики и читаю все остальное. Представьте, не отпускали. А я уже стала членом своей записателей. И мне надо было делать выбор. Или я посвящаю себя журналистике, или все-таки я ухожу в творчество. Я решила уйти в творчество. Поэтому я ушла из радио, вернулась на текстильный комбинат, как писатель написала о нем книгу, очень хорошую к 50-летию. Сделала там музей. Первый музей в Узбекистане, музей трудовой славы, это сделала я. Потом меня пригласили, как великого специалиста, я сделала музей милиции Узбекистана. Потом приехала Москва, все у нас сделала. Я была первой, они у меня учились. Второй этап, новый этап в ее жизни, в ее творческой судьбе. Она переезжает в Ульяновск. Вот читая в миниатюрах, где-то встретилось ее первое восприятие города. Она путешествовала на теплоходе. Это была такая поездка, Москва, Астрахань, Москва. Ее наградили за хороший труд, за успешную деятельность. И она какое-то время высадилась в Ульяновске, прогуливалась по венцу, сидела на лавочке, наслаждалась зеленью, прохладой, воздухом, широкой Волгой, фонтаном. И в мыслях промелькнула, что какой красивый город, как бы мне хотелось здесь жить. Но и в будущем ее мечта осуществилась. Опять я еду по Волге, опять я попадаю в Ульяновск. И опять уже, понимаете, я уже еще больше убеждаюсь в том, что мне нравится этот город. И уже очень вскоре я получаю вдруг письмо. Приглашаем вас на родину Ленина. Представьте, я ни минуты не думая, тут же... У меня как раз была командировка, я писала в это время историю уже другого завода. Они меня отправили, езжаю, мозги свои поправляю. И я, в общем, я заехала сюда, познакомилась с Наумовым, познакомилась с несколькими фамилиями. Ну, мне все понравилось. Ну, вот уже в это время... Нет, Бурлаков приехал на год раньше меня, да. Вы встречаетесь с Благовым, да? Да, да. Нет, это я уже приехала капитально. И я привезла... И когда я уезжала из Ташкента, у меня в Ташкенте была толстая, большая книга. Вот, значит, она называлась «Еще бы немного любви». И я вынуждена была ее забрать, хотя оставила пять лет в очереди. Потому что я понимала, раз я уехала, меня печатать не будут. Я же вышла из члена Союза. Я перешла в российское. Я выписалась из Ташкента. В общем, я стала чужим человеком. И здесь я уже ничего не могла придумать. Здесь ни издательства, ни литературного журнала, ничего нет. Я промыкалась, промыкалась. Но единственное, что я сделала, я сделала три книги. Я вычитала такую хитрую пословицу «Не кладите все яйца в одну корзину». Я думаю, вот, наверное, потому что такая толстая большая книжка, там они мурыжие. Надо сделать три маленьких. И бах, перестройка. И папа мой умирает. И оставляет мне 30 тысяч. Три машины Волги. А я беру первую попавшуюся книжку. Там написано «Тираж 10 тысяч». Я ничего не понимаю. Заказывают 10 тысяч. Вот они у меня поэтому 10 до сих пор. В Ульяновске один из первых визитов она нанесла Николаю Благову. Мэтр серьезно отнесся к ее творчеству. Прочитала ее миниатюры. Но отзыв первоначальный был его достаточно критический. И тем не менее, Лидолия, ее характер, она всегда отличалась очень мужественным и таким очень решительным. Женщина решительный, характер у нее не сдающийся. Несмотря на то, что она была несколько удручена его отзывом, тем не менее, она продолжала писать. И когда в следующий раз встретилась с поэтом, то разговор был совершенно другим. Как оказалось, что ее миниатюры, по выражению самого Благова, засели у него в голове. Ну, это ли не похвала? И мне очень повезло, что у меня всегда было очень много подруг. И причем очень, знаете, каких-то особенных. Они сами себя глубоко анализировали. Они все время советовались. Они делились со мной. Вот у меня есть целая вообще страшная история одной женщины, которой мужчина был нужен только на три дня. И вот у меня куча ее вот этих примеров, как она приходила и рассказала, что вот опять у нее новый, и вот три дня, и вот она больше не может. Вот просто я говорю, вот у меня, вот мне Бог дарил таких собеседников, потому что у меня почти ничего не выдумано. А хотя меня все называют большой фантазеркой. Просто мне повезло с тем, что у меня были очень умные, очень талантливые, очень несчастные и в какой-то мере счастливые женщины, очень нестандартные. И я была им близка по духу, поэтому очень многие их секреты. Но теперь все считают, что это я сама. Мне жизни не хватило, чтобы я столько всего там накрутила. Это, конечно, эта жизнь, которая дарила вам эти встречи. Да, вот это большая благодарность. Далее в Ульяновске Лидолия Константиновна организовывала студию, свою студию творческую, литературную студию Лидолия, где делилась своим опытом, занималась с молодыми, передавала им свой богатый творческий опыт. И, как я уже говорила, что многие восприняли ее манеру письма, ее стиль. И однажды в ответ на ее, так сказать, послание какое-то, я уже говорила о том, что легкой судьбы у ее книг не было, ей написали «Ваши стихи в прозе выше уровня нашего читателя». Но я думаю, что такой отказ можно воспринимать как похвалу. И вот этот жанр миниатюры, которому посвятила Лидолия Константиновна, в общем-то, большую часть своего творчества, вот в основном книги, которые хотелось бы здесь и показать, не все, конечно, далеко не все. Это вот из ранних, еще бы немного любви, быть женщиной миниатюры. Все они объединены темой взаимоотношений людей, отношений к миру, светлые добрые чувства любви мужчин и женщины, разные эмоции, разные эмоциональные составляющие, которые переполняют нашу жизнь в ее, так сказать, разные периоды. И в Ульяновске замечательный этап жизни. Она встретилась с почетным архитектором Ульяновска, почетным архитектором России, и почетным гражданином Ульяновска Борисом Васильевичем Оржанцевым. Занимались историко-краеведческой деятельностью. Счастливый творческий союз. Борис Васильевич Оржанцев, вы знаете, это вообще-то, конечно, я когда сюда приехала, я сказала себе, никаких замужеств я должна писать, потому что каждый мужчина – это большая нагрузка, потому что хочешь не хочешь полы мыть, унитаз мыть, обед готовить, нас не стирать. Он же не наймет кухарку, правильно? Да, и поэтому вот это все мне очень не хотелось делать. Да, не хотелось это делать. И когда мы с ним познакомились, он уже как-то так вот насчет серьезного. Я ему говорю, я полы мыть не люблю, то не мыть. Я все буду делать, сказал Оржанцев. В жизни никогда ничего не сделала. Но он был настолько вот, ему нужно было вот это вот, свои цели достигнуть. Ну, вот у него была, вот я просто ему подчинилась. У него была какая-то интуиция, и я вот в эту интуицию поверила. Через неделю он мне сказал, Лидолия, если мы будем вместе, мы с тобой очень много сделаем для Ульяновской. И это было сказано через неделю. И так получилось. Сейчас мне хотелось бы, вот мы заговорили как раз о ее миниатюрах. Несмотря на то, что по-разному складывалась жизнь, и сложности были, и подорваны здоровье, но творчество никогда не прекращалось. И она выпускает книгу за книгой. Здесь и выходит вот замечательная книга о любви для юношества и молодежи. Она ее адресует. «Родилась на земле девочка». Потом сборник мистических новелл, «Когда падала звезда». Сборник воспоминаний о военном времени, цена будущего. Вот этот замечательный сборник. Здесь и воспоминания, фронтовые воспоминания отца, и воспоминания о жизни в то сложное время. Позволю себе зачитать небольшую миниатюру, которая называется «Мамино платье». «Папа, расскажи, какой была твоя мама? Почему у нас нет ни одной ее фотографии?» Поудобнее усаживаясь к отцу на колени, спросила пятилетняя девочка. Мужчина беспомощно огляделся по сторонам, тяжело вздохнул и, прижав дочку к груди, задумался. Закружились в памяти переполненные невзгодами военных лет детские годы, выхватили его, полусонного, из детской кроватки, бросили на руки растерявшейся мамы. Ничего не запомнилось мальчугану. Ни ее имя, ни голос, ни улыбка. Слишком маленьким был он тогда. Уцелели в памяти только синие и желтые цветочки маминого платья. Их высветило пламя подожженных фашистами домов. Уже потом, повзрослев, часами бродил он по незнакомым улицам незнакомых городов. Все искал женщину в платье с синими и желтыми цветочками. Из фрагментов дневниковых записей разных лет. Чего я больше всего сейчас боюсь? Разочароваться в своем таланте и разочаровать тех читателей, которые в него поверили. Но сомнения стараюсь не впускать в душу, потому что с ними никакой духовной высоты достичь невозможно. Перечитывая ее книги, ее сборники, новелл, ловишь себя на мысли, что все они наполнены чувством любви. И не случайно вспоминаются слова Горького. «Все прекрасное на земле родилось из чувства любви к женщине». Хотелось бы мне также зачитать небольшую миниатюру, несколько строк из «Избранного». Это сборничек спелых «Яблок, дождь, золотой». Он вышел к 70-летию Лидолии Никитиной. Однажды подруги, полушутя, полусерьезно спросили ее, «Лидолия, как тебе удается сохранять свою молодость? В чем секрет твоей красоты?» Конечно, все морщинки, болячки, неудачи, обиды вместе с плохим настроением и грустными мыслями я оставляю на страницах своих книг. «Беспечно как-то», – ответила полушутя, полусерьезно автор. А сама уже дома, в одиночестве, всерьез задумалась над этим непростым вопросом, над этим разговором. Уверена, если бы в самом деле мне вдруг представилась фантастическая возможность оставлять неприглядные приметы собственной старости, обид, от душевных травм в написанных мной книгах, и таким образом избавляться от всех неприятностей, согласилась бы я на такой бы вариант. Вопрос оказался отнюдь не из простых. Итог многочасовых раздумий подвела сама лишь поздней ночью. Ни за что осознанно не стану плоть своих книг обременять старческой немощью, обидами на весь мир, не слишком счастливо сложившейся судьбой. Пусть из моей души в книге перельются до последней капли молодость, задор, оптимизм, романтические мечты, жажда любви и духовного совершенства. Вот, пожалуй, этим и полнятся ее книги. Ваше творчество, ваши замечательные книги, они вдохновляют. И я думаю, что могу так сказать, вместо вас вы счастливый человек. А я спорить не буду, я себя считаю счастливым человеком. А вы знаете, я вот вчера вычитала анкету одного поп-музыканта, и там такая есть строчка. Наиболее продуктивный период. Вот написано, что он там 10 лет был там в каком-то ансамбле. Я бы сказала, что у меня наиболее продуктивный период 70-80 лет. Каждый год по новой книге. У вас было пожелание нашим читателям? Ну я пожелание своим и вашим, и нашим, и всем читателям хочу, чтобы они вернулись к книге, потому что она все равно никого, ничего никогда не заменит. Даже самую высокую технику и даже самого хорошего собеседника все равно нужно остаться наедине, полистать книгу, побыть с ней наедине и получить тот заряд душевности, удовольствия, знаний, которые в ней лежат. В одном из интервью Лидолия Константиновна как-то сказала, да что такое возраст, что такое 80? Это всего лишь 4 раза по 20. Мне кажется, это настолько верно и настолько отвечает ее жизненной позиции, настолько соответствует ее духовному настрою, ее оптимизму, ее мудрости, ее человеколюбию, открытости миру, что можно сказать, что она счастливый человек. И каждый день начинается с нового листа, каждый день как ненаписанная страница. Вот так живет Лидолия Никитина. И в преддверии ее юбилея, который мы скоро будем отмечать, я уже сказала об этом, хочется пожелать Лидолии Константиновне новых книг. Одна из крайних книг вышла, совсем недавно посвящена она размышлением о книге, о библиотеке. Называется она «Сад мыслей многоцветных». Здесь у нее избранные стихи. Пожелать ей творчества, добрых друзей рядом, здоровья, конечно, энергии. И чтобы был читатель, чья душа воспринимает творчество Лидолии Никитиной, чтобы был отклик. Она этого очень ждет. Она мечтает об этом. Она готова пойти навстречу читателю, молодежной аудитории, встречаться в школах, в лицеях, в библиотеках, в любом городском пространстве. Пожелаем ей здоровья и надеемся, что эта наша встреча будет не последней, а только началом, вот в преддверии ее замечательного юбилея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова